Девушки отдыхают Здравствуйте, Владыка! Добрый день! В последнее время общество и церковь плотно сотрудничают по многим направлениям жизнедеятельности. Возникает множество общественных инициатив, которые неразрывно связаны с деятельностью Русской Православной Церкви. По одной из таких инициатив четыре года назад в Новосибирске состоялось открытие регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора. Какие задачи преследует эта организация и кто может стать ее членом? Мы знаем, что до революции было очень много общественных организаций, было много церковно-общественных организаций, которые, конечно, в советское время не функционировали, их просто уничтожили, их не было. И мы знаем, что сейчас, конечно, налаживается и политическая, и экономическая жизнь государства, ну и, конечно, и общественная жизнь. Как бы признаком нормального гражданского общества является то, что много очень общественных организаций. То есть жизнь государства складывается не только из того, что вот у нас есть правительство. Это правительство, как вот советское, регламентирует всю нашу жизнь и пытается всякими мелочами даже заниматься. И социальную работу, и общественную всю, так сказать, берет на себя и все контролирует, пронизывает все сверху вниз. А сейчас, конечно, другое построение общества. И мы считаем, что это общество, признак вот именно демократического гражданского общества, когда сам народ берет какую-то вот область жизни нашей и пытается сами на общественных началах, своим финансированием это все исполнять. И как бы это помогает обществу и консолидироваться, быть более единым, потому что каждый на себя какую-то функцию берет, которая ему, так сказать, нравится только из вот гражданского чувства патриотизма, взаимопомощи. Поэтому сейчас мы видим возрождение, бурное возрождение организаций церковных, около церковных. Конечно, не всем это нравится, потому что многие привыкли, что церковь не имела свой голос, у церкви не было никогда средств массовой информации. И запрещалось издавать какую-то литературу, а тем более просветительскую, какую-то, можно сказать, пропагандистскую, если светским языком. И те люди, которые, так сказать, при советской власти, они имели какое-то влияние на общество, то сейчас им не нравится, что вот церковь может осуществлять свою деятельность и не только совершать богослужения, но и также распространять свои убеждения. Поэтому, мне кажется, самая большая удача – это создание Всемирного Русского Народного Собора. Но создан он был почти 25 лет назад. И тогда еще митрополит Кирилл, патриарх нынешний, он выступил с такой идеей. Потому что русский мир был расколот. Само государство русское. Мы знаем, что в революцию первая волна, многие уехали. Потом, в 20-е годы, высылали даже интеллигенцию за границу. Во время войны многие оказались на территориях, захваченных гитлеровцами. И потом, вот уже, когда началась перестройка, многие русские, русскоязычные люди выехали с территории России. А некоторые оказались просто из-за того, что Советский Союз развалился, оказались около 25 миллионов человек в других государствах. И, конечно, встал вопрос о том, чтобы все русские, русскоязычные, те, кто относит себя к русскому миру, считают себя людьми русской культуры, русских традиций. Они объединились в какое-то общество, чтобы это было не политическое, а именно общественная организация. И вот митрополит Кириллов предложил создать Всемирно-Русский Народный Собор. Ну, по примеру того, как есть такие же организации других национальностей. И это очень помогло нам наладить контакты с нашими собратьями, с отечественниками за рубежом. И внутри страны тоже помогает налаживать такой диалог. Это не значит, что в этом соборе только русские. Нет, там люди различные. Ну, вот, как я уже сказал, те, которые относят себя к русскому миру. Еще одна важная причина того, что был создан такой собор, ведь в советское время мы знаем, что все национальности, вот 15 республик, которые были у нас в стране, все они имели свои правительства. Они имели свои высшие учебные заведения, кроме русских. Потому что РСФСР, самая большая республика, все министерства заменялись там союзными, почти все вузы это были именно союзными. И поэтому именно не развивался русский народ. Ведь вот это национальное деление по республикам, что оно подразумевало? Финансирование. Были забыты наши традиции древние, была забыта наша история, потому что советские историки, они купировали все события, которые связаны с церковью нашей отечественной истории, которые связаны с личностями, которые не нравились советской власти по каким-то причинам. И поэтому не все можно было понять, что же у нас было великого, что же было невеликого в истории нашей страны. То, что были великие полководцы, святые, то, что были и великие у нас и князья, и цари, и императоры, конечно, это забывалось. Но, может, нравился Петр Первый, который прорубил окно в Европу для европейской культуры и для европейского безбожия. Поэтому Всемирный Русский Народный Собор берет на себя задачу по восстановлению, сохранению русского мира. Во-первых, это связи с нашими соотечественниками за рубежом. Во-вторых, это возрождение традиций наших национальных, возрождение духовно-нравственных принципов. Да и даже, я должен сказать, не все и знают, какие ценности, чем, допустим, русская цивилизация, какие ценности она принесла в мир. Ведь многие знают, что там что-то сделали англичане, французы. А когда начинаешь спрашивать, а даже я помню, что спросили одного тележурналиста, какие вы считаете признаки русской культуры? Да, пожалуйста, сарафаны, балалайки, там еще что-то назвал. А все-таки русская нация внесла очень большой вклад в мировую культуру. Если мы говорим, допустим, среди живописцев Андрей Рублев, ну, конечно, непревзойденный художник, среди композиторов, поэтов, писателей. Ну, у нас есть чем гордиться, и есть такие вещи в истории русского народа, допустим, как освоение Сибири, как освоение космоса. Здесь вообще нам нет равных. И вообще русская нация всегда любила помочь своим соседям, славянскому миру. Мы знаем, что освобождение славян на Балканах, это была заслуга. Сотни тысяч наших предков положили свои головы за свободу славян. Поэтому Всемирный Русский Народный Собор – это такая мощная организация, которую возглавляет святейший патриарх Кирилл. И наше отделение он тоже так благословил, чтобы возглавлял именно правящий архиерей данной епархии. И также, когда открывается в других епархиях, то возглавляют архиереи. Ну, и есть президиум собора и местного отделения, который, так сказать, решает все вопросы. И мы тоже проводим регулярно свои собрания. Москва старается, так сказать, те инициативы, которые есть в Москве, проходят какие-то тоже соборы, присылать нам соответствующие документы о принятых решениях. Мы стараемся распространять наше отделение по области. И уже в некоторых районах открыты отделения. Не так давно при Всемирном Русском Народном Соборе был открыт Совет по культуре и образованию. Какие вопросы выносится на обсуждение? Какие темы? Здесь 60 человек, культурологи, философы, филологи, писатели, артисты с известными именами, они решили объединиться в такой совет, чтобы можно было такие явления сложные в нашей культурной жизни, в образовании, можно было рассмотреть без всяких, так сказать, негативных побочных явлений каких-то. Просто сесть, посмотреть в глаза друг к другу, пригласить тех людей, которые имеют иное какое-то мнение по этому вопросу, и рассмотреть. Не так, чтобы в прессе поливать друг друга, что эти вот такие плохие, а эти еще хуже. А чтобы действительно обговорить эту тему, рассмотреть ее глубоко, послушать специалистов, профессионалов и прийти к каким-то выводам. Конечно, то, что явления такие в культуре, как, допустим, тангезер, провокативное искусство, постмодернизм, явление новое и явление сложное. И, конечно, мы в таких вот беседах обращаемся к таким авторитетам, как, допустим, академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, который замечательный человек, во-первых, его называли совестью нации, во-вторых, он глубоко знал отечественную культуру, литературу знал отечественную. У него, например, говорится о том, что если мы переделываем какое-то произведение, какого-то великого писателя, то мы тем самым унижаем этого писателя. И если, допустим, мы берем произведение Пушкина и Евгения Онегина, но переделываем его на современный лад и вносим туда всякие эротические сцены и маты, и все такое, то тем самым мы унижаем Пушкина. Ведь когда мы говорим, например, о работе с осужденными людьми в зоне, для того, чтобы поднять их культурный уровень, мы же на их язык блатной не переводим произведение Пушкина, мы наоборот стараемся именно этих людей поднять их культурный уровень до Пушкина. А так получается, что провокативное искусство впитывает в себя вот эту уголовную субкультуру, и эту уголовную субкультуру предлагается широкой аудитории. И получается, вместо того, чтобы культура несла вечное, великое в народ, получается, что она, так сказать, подрывает вот эти устои государства. Ну и также, вот сейчас, допустим, идет разговор о Матильде, надо смотреть, не надо. Ну, собрались тоже, посмотрели, потому что Всемирный Русский Народный Собор прислал нам из Москвы документы. Было совместное заседание экспертного и правозащитного центров. И они рассмотрели сценарий, рассмотрели анносы вот этого фильма. Ну и сделали заключение, что, конечно, этот фильм может негативно представить историю России. Потому что, ну, мы, как говорится, говорим, у любого человека бывают и положительные, и отрицательные в жизни моменты. И, естественно, одно дело человек в пять лет, другое там в 18, третье уже в 30. Как вот говорил Черчилль, что если человек не был демократом в молодости, он не имеет сердца. Если он не стал консерватором в старости, он не имеет ума. Поэтому здесь, конечно, по-разному, в разный даже период своей жизни человек может относиться к какому-то творчеству. Но все равно мы должны понимать, что культура воспитывает. Поэтому здесь мы не оправдываем Николая II в его недостатках. Но то, что он закончил жизнь мученически, закончил он свою жизнь, именно его убивали как центр русского православия, как центр русского самодержавия. И если показывать два часа его не только одни недостатки, то, конечно, люди сделают вывод, что это вообще ни кемный человек был и не стоит, так сказать, не достоин никакой памяти и никакой народного уважения и любви. Но если мы возьмем... Вот в Москве сейчас на ВДНХ есть целый павильон, посвящен историческому парку. Я надеюсь, в ноябре у нас откроется тоже этот исторический парк в военном городке. «Россия. Моя история». Вот там, если мы берем эпоху Николая II, 1894 год, 1917 год, и смотрим. Да, есть целый плакат, там написано высказывание из Черчилля об эпохе Николая II, что России была поставлена под ножка. И там, ну, я точно не помню цифры, но сейчас вот если брать валовый продукт, там в Соединенных Штатах 4%, там прирост каждый год, в Китае там 7%, то в России был прирост 17%. Начало развития капитализма. Первые подводные лодки, первые самолеты боевые Илья Муровец, первые автомобили русско-балтийская компания выпускает. За три года войны, с 2014 по 2017 год, ни один товар не повысился ни на одну копейку в цене. А когда пришел Керенский в феврале 2017 года, в июне уже иголка стоила 2 миллиона. То есть такая жуткая инфляция была. Население на несколько десятков миллионов приросло. И территория России очень намного квадратных километров приросла за время его правления. Но я просто не помню точные цифры. Но это все есть, и это все можно найти. И вы помните, что в советское время, до самых 70-х годов, вот пока я учился в школе, все время сравнивали все достижения советской власти с эпохой Николая II. То есть это действительно, мы же говорим о том, что этот император дал народу. Вот по результатам его деятельности мы оцениваем, что же получил народ. А мы видим, что за 100 лет советской власти население 163 миллионов, вот сейчас у нас меньше 140 миллионов. Вот мы видим эксперимент, чем закончился, который проводился над нашей страной все эти годы. Поэтому вот цифры, вот эти, они дают правильное представление от той эпохи. Поэтому мы и хотим, чтобы наш народ знал свою историю, ее ценил, он знал, как строилась Россия тысячу лет, и церковь активно принимала участие в этой истории. Поэтому задача Всемирного русского народного собора в первую очередь дать эту историческую правду новому поколению. Большое внимание эта общественная организация уделяет развитию спорта и хоккея в частности. Вот как раз в эти дни проходит детский хоккейный турнир. Впереди игры взрослых людей и уже взрослых команд. Какова роль общественников в деле поддержания и развития спорта, организации спортивных мероприятий? Зачем они вообще взялись за это дело? Спорт очень важен не своими достижениями, а, конечно, тем, что это должно быть массовое явление и в первую очередь для здоровья людей. Сейчас многие люди ведут малоподвижный образ жизни и многие болезни именно от этого. Поэтому физическая культура здесь, наверное, очень важна. И спорт, он является вот как бы авангардным примером для других людей заниматься физической культурой. Поэтому Всемирный русский народный собор, он тоже как бы продвигает вот такие проекты. Во-первых, по тому, чтобы поддерживались в малых селах, наших малых населенных пунктах, по Новосибирской области, строительства спортивных площадок, детских городов, мини-зоопарков. И вот такие спортивные сооружения уже осуществлены, сделаны в селе Новошилово, Новосибирского сельского района, в Бердске, при гимназии преподобного Серафима Саровского. Это вот общественники на гранты, так сказать, которые участвуют в грантах различных, в том числе вот православные инициативы. Такое доброе дело делают. Вот сейчас, в октябре месяце, будет тоже разыгрываться грант, грантовый проект такой, по поддержке малых сел, правительством Новосибирской области, Новосибирским землячеством в Москве и Новосибирской митрополии. И уже будет осуществлено 10 таких проектов в 10 селах. Но обязательно с привлечением местной администрации, местного прихода, местных общественников, чтобы они вокруг этих спортивных площадок сделали благоустройство, сами установили их и, так сказать, ребятишки, чтобы приходили, занимались на этих площадках. Наш Всемирорусский народный собор создал взрослую команду хоккейную. Сейчас начнется турнир молодежной хоккейной команды. Наш отдел по связям со спортивными организациями, которые чемпион России возглавляет священник Борис Левитан, он проводит до 18 турниров ежегодно. И мы работаем с 14 спортивными федерациями. Императорское православное палестинское общество, созданное указом императора Александра Третьего и по инициативе выдающихся людей того времени, ведет отсчет своей деятельности с 1882 года. История этой общественной организации продолжается и в наши дни. Какую деятельность ведет эта организация сегодня, кто поддерживает ее направление в Новосибирске? В Новосибирске отделение императорского православного палестинского общества работает уже давно, но сейчас его возглавляет было собрание отчетно-перевыборное, возглавляет Мороз Иван Кригорьевич, который известен нам как бывший представитель законодательного собрания областного. императорское православное палестинское общество было создано для того, чтобы наладить связи России со Святой Землей, с Палестиной и с теми святынями, которые находятся в Средиземноморье, в Греции, в Турции. И работа осуществлялась очень хорошо. Сначала возглавлял императорское православное палестинское общество Сергея Александровича Романов. Брат Николая Второго с своей супругой Елизаветой Федоровной. Потом, когда его убили террористы, сама Елизавета Федоровна возглавила это общество. И там деятельность была очень широкая. Во-первых, православное палестинское общество открывало школы, больницы, приюты, гостиницы на этих святых местах палестинских. То есть, они работали не только с нашими паломниками. Хотя паломники пребывали во множество святые места, там, конечно, им надо было какой-то создать комфорт, жизненно необходимые помещения, чтобы они могли переночевать, что если кто-то заболел, могли полечиться и так далее. Ну, и работали с местным населением. И это тоже была большая заслуга общества, потому что те ребятишки, которые арабские учились в русских школах, естественно, они изучали русский язык, культуру, и наши народы становились ближе. Ну, и забота, конечно, совместная о памятниках, о святынях, это все было. И здесь, в России, конечно, они вели большую просветительскую деятельность о святых местах. Народу было это интересно очень. Издавали книги, я видел сам вот такие фолианты огромные о святой земле, что те, кто если не побывал, они могли здесь познакомиться через издание, путеводители издавались для паломников о святых местах, и разъяснялось, с чем это связано место, и какие даже молитвы надо на этих местах произносить. И здесь помогали паломникам, которые желали бы поехать, но денег не хватало, и поэтому старались финансировать или, так сказать, оказывать какую-то помощь тем, кто пожелает поехать на святую землю. И вот здесь сейчас деятельность императорского православного палестинского общества активизировалась здесь, в Новосибирске у нас, и мы стараемся, чтобы сейчас открыть офис, я думаю, что на днях этот офис откроется, у них будет постоянное помещение, где они могли бы и создать библиотечку какую-то. Возглавляет в Москве православное палестинское общество. Степашин Сергей Вадимович, вы знаете, одно время у него, когда он еще возглавлял счетную палату, аудитором был наш земляк, Касауров, был аудитором, и вот я знаю, что они вместе со Степашиным вели вот эту работу по возвращению недвижимости российской за границей, им удалось очень много сделать, и даже они в некоторых местах открыли такие духовно-просветительские центры, культурные центры, вот в Иерихоне, я знаю, в Израиле, в Палестине, и возвратили несколько подворий, Сергеевское или Советинское, там было очень много земель, но мы знаем, что Россия потеряла из-за того, что был такое, компанию сделал по продаже этих русских земель Никит Сергеевич Хрущев за апельсиновую сделку, так называемую, когда за эшелон апельсин, которые не дошли до Москвы, сгнили, были отданы просто километры земель и множество различных помещений, которые принадлежали императорскому православному палестинскому обществу, но поскольку за границей уважают частную собственность, конечно, потихоньку идет возвращение этих недвижимости России, и довольно, так сказать, хороший состав этого общества здесь у нас в Новосибирске, и я думаю, что работа будет интересная, активная, и у нас, конечно, сейчас развивается и туризм, и паломничество, и как внутри нашей страны, так и поездки за рубеж, у нас есть свой отдел паломнический, и этот отдел до двух тысяч человек ежегодно отправляет в паломничество и по нашей стране, и за рубеж. я благодарю вас, Владыка, за интересную и познавательную беседу, и мы продолжим эту тему в следующих программах. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok